Я приехал на третий форум «Свободная Россия» с целью поддержать нашу оппозицию, но не считая, что это именно оппозиция, я считаю, что это здравомыслящие люди, которые верят в будущее нашей страны, что мы можем быть нормальной телекратической страной, а не страной, которая всей войны, мрак, буквально в тренингозном обракобитии. Я сам пастор Сергий Иванович Капришенко-Баптистов в Московской области. Я хочу пожелать всем, кто меня смотрит, именно того, чтобы вы все могли поддержать усилия этих людей, которые борются за мир и, в частности, поддерживают так иначе косвенно Латвию и вообще Балтийский стран. Если у нас в России будет в порядке, значит, у вас будет безопасно. Кто вас пригласил сюда? Между Васильевым, Максимом Ефимов и Константиновым Баразовым. Я сам член партии Западно-Жуков. Понятно. Скажите, какую цель вы преследуете от мероприятий? Я не преследую цель. Я хочу разделить общение, я хочу поделиться тем, что у меня есть те новости, которые присутствуют в нашей стране, в России. Я сейчас могу поделиться тем, что, например, у нас, вы все знаете об этом процессе, когда закрыли организацию свидетелей ЛИГУ. Я не являюсь членом этой организации, но я понимаю всю опасность этого процесса. Когда мы возвращаемся во времена мрачного Средневековья, когда всеобщая клерикализация, она буквально как ржавчина, разъедает основы демократического общества в нашей стране, которые последние, как бы вот эти ниточки, которые связывают нас с цивилизацией. Они сейчас рвутся. Мы возвращаемся буквально чуть даже больше, чем 100 лет назад. До 1905 года в России существовали достаточно драконовские законы. Вас могли осудить за то, что вы неправильно верите в Святую Троисть, за то, что вы относитесь не к православным, а, например, к каким-нибудь, не так считается, сектантам. То, что я баптист, меня могли тоже за это везти. Я бы жил в те годы тоже осудить, и такое было. Я не хочу, чтобы нас преследовали. Я хочу, чтобы все религии в нашей стране и были равноправными, и одинаково были представлены в нашей стране, чтобы я мог свободно проповедовать, чтобы не было арестов. Сейчас даже нельзя собираться без регистрации домашних групп. То есть вы собрали где-то, читаете Библию, на вас могут встречать, и приехать полиция и сказать, что вы не зарегистрированы, и что ваше собрание не законно не оштрафовать. Сейчас многие этого боятся. Нам очень сложно сейчас проповедовать в нашей стране и верить так, как мы хотим. Вот что я хочу сказать. Это проблема. Проблема свободы совести – это очень важная сторона жизни любого общества. Поняла. Ну и представьте, как вас? Юрий Ефимов, пастор Центр, актер-портист. Спасибо. Я зашел. Простите, а вот у вас...